Всем привет, друзья! Вы знаете, это видео будет посвящено теме, что вам не понравится на Филиппинах. Такая красота! И вы скажете, да что мне здесь не понравится? Здесь так классно, так суперски! Но давайте мы все-таки будем реалистами и будем обсуждать не только самое хорошее, но и еще кое-что, что может нам немного, немножечко, но испортить настроение. Поэтому сегодня мы с вами поговорим все-таки о минусах Филиппин. Итак, друзья, начнем, наверное, с главного Филиппины. Это государство Островное. И находится оно все-таки, ну, как бы, так сказать, далековато от материка большого. А, следовательно, придется вам ехать сюда, точнее, добираться сюда только на самолете. Самолет и не так уж и дешево стоит, поэтому ориентируйтесь. Стоимость полета может быть разной в зависимости от расстояния. Как бы там ни было, это тоже небольшой минус. Ну, а что касается таких ключевых реальных минусов, так это, наверное, еда. Еда, которая сразу для европейца станет необычной. Потому что на Филиппинах, ребятам, вы будете кушать чаще всего рис. Рис – это основная еда для местных, ну, и как бы не только местных жителей, поэтому здесь рис будет вам в основе всего. Почему, скажете вы, я смогу приготовить себе что-нибудь вкусное? Да, вы все правильно рассуждаете. Но для начала найдите какую-нибудь вкусную кашу, которой даже нет здесь, например, в продаже. К примеру, здесь в продаже нет гречки, перловки, гороха, ну и куча всего-то на самом деле. Вот, просто я вот не могу найти, может, вы знаете. Напишите в комментариях, где здесь можно купить вот обычную, понятную крупу, которая, в принципе, подойдет для еды. Здесь я находил только лишь рис и овсяную кашу. Притом, хочу сказать, что овсяная каша, она, ну, такая вот, по размеру достаточно маленькая. То есть, это какой-то такой неполноценный, неполноценная овсянка. Это больше похоже, как некая пародия на нее. Вот, ну, другой нет. И, тем не менее, это тоже приятно, но, опять же, это нехорошо. Что касается стоимости еды. Мы в одном из видео уже говорили с вами, что здесь картошка по сказочным ценам, ну, по 200 песо за килограмм, это, как бы так, дороговато. Ну, возможно, в некоторых местах это будет дешевле однозначно, где-нибудь на рынке еще дешевле. Но все равно не рассчитывайте, что это будет так дешево, как в той стране, из которой вы собираетесь приехать. А если вы меня понимаете на русском языке, значит, в ваших странах картошка точно будет стоить дешевле. Вот. Что еще, ребят? Ну, опять же, хочется добавить, что расходы, которые вы несете на Филиппинах на ту же электроэнергию, они тоже достаточно дорогие. Здесь у нас стоит киловатт в 16 песо сейчас. Ну, как бы так уж не дешево, да, на самом деле. Поэтому будем ориентироваться, что тоже расходы будут большие в этом плане. Есть минусы, есть плюсы. Конечно, хочется сказать, что плюсов однозначно больше, потому что чего стоит один закат. Вот просто сейчас мы идем с вами, наблюдаем закат и просто получаем уже огромное удовольствие. Но, опять же, мы говорим о минусах с вами. И следующий минус – это у нас интернет. Интернет, к сожалению, это беда Филиппин. Интернет нестабилен, интернет разный. Интернет даже проводной нестабилен. Я не знаю, как это исправить. Просто, наверное, это невозможно изменить. Тем не менее, у меня сейчас на экране телефона 5G. Да, представляете, в Филиппинах 5G. По всей почти территории Филиппин можно встретить интернет 5G. Скорость на сервисе Speedtest будет показывать от 100 до 300 мегабит. То есть, ну что, еще надо, да? Скажете, кайф полнейший. А нет, 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 нет. Потому что эта скорость нестабильна. Сейчас она показывает 300, через минуту она уже будет 10. А еще через минуту она может вообще отключиться. А потом может опять быть 100. Опять брать, опять скорость может меняться. И все это будет просто выглядеть в таком вот непостоянстве. Ну, скажем так, с торрента скачать что-нибудь вам долго придется. Притом мы говорим с вами не про мобильный интернет. Потому что все знают, что на мобильном интернете с торрента скачать особо не получится. Получится. Здесь работает торрент, без проблем скачивайте. Но все равно это не то. Еще хочется отметить, что на Филиппинах английский язык все-таки с азиатским акцентом. Я не могу сказать, что это прям глобальный минус. Это нормально. Для меня лично это нормально. Но для тех, кто хочет английский язык изучать в совершенстве, конечно, он может столкнуться с проблемой произношения. Но опять же, как бы так сказать. Вот, например, здесь любят произносить многие с азиатским акцентом на букву А. Например, там G-Cash. Вы знаете, есть такая внутренняя система на Филиппинах. Ну, ладно, если не знаете, просто вы знаете слово кэш. Вот. Они это произнесут здесь. Каш. Ну и так далее. Много всего интересного того, что вы будете говорить на букву Э, они будут произносить просто на букву А. В принципе, это не такая проблема. Также у них нет вот такого звука Ф. А получается звук у нас Т. Мными словами, Три. Это будет выглядеть у них не с Ри. А так и будет. Три. Вот. Не Соти, а будет Тоти. И это вот по-филиппински нормально. Плюс я хочу сказать, что здесь не забывайте, что есть язык Тагалок. Тагалок это филиппинский язык. Он самый здесь популярный. Вы знаете, что много различных диалектов на Филиппинах. Но Тагалок самый-самый популярный. И здесь он является основным разговорным языком. Однозначно каждый филиппинец, почти каждый филиппинец знает английский. И может вам ответить на английском языке. Но все равно он будет разговаривать на своем родном языке. Как бы вы ни хотели, все равно периодически этот язык будет появляться. Поэтому если для вас это минус, то значит оценивайте это минусом. Для меня это, ну так себе, не знаю. Не могу сказать, что это минус. Я просто с уважением отношусь к их культуре. И поэтому я нормально понимаю, что и Тагалок это тоже язык, который может здесь применяться. Ничего страшного. Я вот так что-то и пару слов выучил. Мне этого хватает. В принципе, не проблема. Многие из вас сейчас подумают, что наверняка следующим минусом будет у нас являться, конечно, проблема с визами на Филиппинах. Нет, друзья, здесь все намного проще. Филиппина это одна из интереснейших стран в Азии, где можно очень легко продлевать визу на протяжении трех лет. И не выезжать отсюда на протяжении этого срока. То есть вы просто приходите в immigration office, продлеваете визу и живете здесь сколько хотите. А когда завершается ваш трехлетний этот срок, вы можете сделать визу ран и снова приехать в эту чудесную республику и снова прожить здесь еще три года. А также есть другие бонусные визы, которые дадут возможность вам здесь по сути получить долгосрочную визу или,ными словами, вид на жительство. Все это можно сделать, все это открыто, доступно. В этом плане страна молодец-молодец. Вот. Возможно, есть еще минусы. Не хочу об этом говорить, но то, что я наблюдал и наблюдаю постоянно, меня немножко удивляет. Это даже не минус, это просто больше степени удивления. Хотя, наверное, все-таки это минус, ребята. Мусорных баков нет на улице вообще. Я вот сейчас нахожусь на Баракайе, и многие меня спрашивают, почему я приехал именно на Баракай жить. Потому что Баракай является одним из самых популярных туристических мест, где все собрано, создано, подготовлено для иностранцев. А значит, здесь есть мусорные баки. Да, здесь их мало, но они есть. А вот в Маниле, например, там, где я был, честно говоря, я просто их не находил вообще. Могу просто идти по городу и просто не буду знать, куда мне выкинуть стаканчик от кофе. Просто мне придется его положить к себе в рюкзак. А потом, когда приду домой, положить все-таки в мусор. И это на самом деле очень неудобно. Ну, или я буду поступать, как поступают некоторые. Просто буду брать и... и что? Просто буду брать и выкидывать туда, куда я посчитаю нужным. Поэтому это нехорошо. Так не должно быть. А значит, это тоже для нас будет минус. Поэтому на Филиппинах есть, друзья, свои минусы тоже. Есть еще интересный минус. Это касается уже не туризма. Но, тем не менее, филиппинцы не разводятся. Не разводятся, да. Это религиозная страна, католическая. И у них очень большое, такое вот идет, такое большое внимание на именно тему семейной жизни. А у них запрещены разводы, а официальных разводов нет. Возможно, есть какие-то пути для иностранцев. Насколько я слышал, брак между филиппинцем и филиппинцем не подлежит разводу вообще. Брак между иностранцем и филиппинцем вроде бы как развод возможен. Вот. Но при этом это какие-то сложности, которые как бы совсем никому не нужны. Поэтому большинство филиппинцев живут все-таки без развода. Если они не хотят жить вместе, они живут просто в разных домах, в разных регионах, в разных провинциях. Но при этом они официально все равно являются мужем и женой. Поэтому основными минусами, повторюсь, является у нас отсутствие огромного количества продуктов питания, к которому вы привыкли в своей стране. Ну и, конечно, плохой интернет. То есть вот два основных минуса, которые в принципе могут быть для вас проблемой при переезде на Филиппины. Но опять же, давайте порассуждаем просто. Еду вы всегда можете подстроить свое питание, можете адаптироваться под местную кухню, если это возможно для вас. Если нет, конечно, тогда нет. Но интернет, опять же, в некоторых местах он вообще ужасный, в некоторых он терпим. Все зависит от того, что вы хотите получить и как вы хотите использовать интернет. Если вы хотите прям огромнейшие игры скачивать по 100 гигабайт, которые каждая занимает, то тогда это, конечно, возможно, для вас проблема. А если вы хотите просто пользоваться, открывать сайты, что-то минимальное отправлять, каким-то быть дизайнером, например, или каким-то фрилансером в этом плане, то, в принципе, и такого интернета достаточно. Может, не совсем комфортно, но достаточно. Так что вам решать плюсы и минусы Филиппин, а я попытался немножко вкратце объяснить то, что я знаю. На сегодня все, друзья. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.